В Казани уже несколько часов пожарные пытаются справиться с огнем в одном из самых крупных торговых центров города, Адмирале. Пламя вспыхнуло в кафе, пристроенном к зданию, и мгновенно перекинулось на весь гипермаркет. Часть здания обрушилась. По предварительным данным, один человек погиб, десятки получили ожоги и травмы. И, по словам спасателей, под обломками еще могут находиться люди. За работой пожарных наблюдает наш корреспондент Светлана Костина. Она выходит на прямую связь с нашей студией из Казани. Светлана, здравствуйте. Вот сейчас приходит сообщение о том, что уже огонь перекинулся и на вторую часть здания. Что вам известно об этом? Анна, здравствуйте. Пожар длится уже больше шести часов, и до сих пор с ним не удается справиться. Огонь начался вот здесь, с этой стороны здания. По окнам он перекинулся на основную часть, и от ста квадратных метров площадь возгорания возросла до четырех тысяч. Сейчас вы видите, за моей спиной огнем занялась и вторая часть комплекса. И спасатели говорят, что на тушение понадобится еще несколько часов. Если говорить о пострадавших, то буквально только что мы связались с Министерством здравоохранения Татарстана, и нам сообщили, что за это время за медицинской помощью обратились уже 30 человек. Более 20 госпитализировано. И во время пожара сразу стало ясно, что в горящем здании находятся люди. Удалось извлечь четырех человек. Девушка, 28-летняя девушка погибла. Остальные находятся в больнице с различными травмами. И сейчас постоянно информация о раненых уточняется. Среди раненых в основном предприниматели. Сразу после начала пожара они, естественно, кинулись спасать товар. И оказались под обломками конструкции. Кстати, в МЧС заявляют, что здание сложилось буквально за считанные минуты. Не должно было так сложиться? Ну, конечно, нет. Здание горит, только еще начало гореть здание, скажем так, вот с правой стороны, а обрушение уже в том конце. Вы же сами видели, обрушение пошло в конце здания. Так не должно быть, если нормально спроектировано, если нормально сделано. Светлана, скажите, какие предварительные версии? Из-за чего начался пожар? Ну, как я уже сказала, по предварительной версии пожар начался в кафе. Скорее всего, это произошло из-за замыкания электропроводки. В версиях еще предстоит разобраться. Ну, а нам удалось снять торговый центр, горящий торговый комплекс с воздуха. И на этих уникальных кадрах видно, что от здания практически ничего не осталось. Остался только фасад, стена. А внутри все выгорело. Возгорание произошло около часа дня. Первыми на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Именно они в первые минуты эвакуировали посетителей и предпринимателей. Всего около 200 человек. И очевидцы рассказывают, что в здании началась паника. Предприниматели пытались спасти свой товар. И это понятно, потому как на их память это уже третий крупный пожар на вещевом рынке. В мае 2013 сгорел рынок «Новая Тура». Буквально в декабре пострадал от огня вьетнамский рынок. И вот сегодня самый крупный пожар в «Адмирале». Сегодня пожар тушили не только земли, но и с воздуха. В небо подняли вертолет. И он скидывал тонны воды на горящее здание. Также к спасательной операции подключился и пожарный поезд. Железнодорожная линия находится совсем рядом. Сейчас продолжается, как вы видите, тушение пожара. На месте работают следователи и дознаватели. И именно им предстоит разобраться в причинах сегодняшнего происшествия. Анна. Да, Светлана, спасибо. Но мы видим, что у вас за спиной огонь еще все-таки достаточно сильный. Мы будем ждать от вас репортаж к програбе «Время». Спасибо. Это была наша корреспондент Светлана Костина, которая работает сейчас в Казани. А я добавлю, что МЧС открыла горячую линию. Всю информацию о пострадавших во время пожара можно узнать по телефону, который сейчас на ваших экранах.